Решение за жителями. Тема муниципальной реформы стала основной на заседании Совета политических партий. Оно прошло под председательством губернатора Александра Цибульского. Возможность территориям самостоятельно решать вопросы, которые переданы законом на их уровень. Это, по сути, и есть сильное местное самоуправление. Первоначально концепция его развития опиралась на европейский опыт, но жизнь показала существенную разницу между нами и соседями. Стало очевидным, что северные территории, где низкая плотность населения, нуждаются в дифференцированном подходе. Каргопольский, Велеготский районы – первопроходцы муниципальной реформы. Они уже прошли путь преобразования в округа. На мой взгляд, решение о том, какая форма должна существовать на той или иной территории, должна определяться людьми, должна определяться путем полного общественного консенсуса и путем приведения тех аргументов, которые реально повлияют на жизнь и работу людей на территориях. Это вопрос вне политической повестки. Как пояснила глава Каргопольского муниципального округа Наталья Бубенщикова, реформирование позволило сократить бюрократический аппарат, а сэкономленные бюджетные средства направить на развитие территории. Это бюджет, это устав, это 44-е ПЗ. Все это они делали, при этом им совершенно некогда была работа с территорией. И в моем понимании, что как раз когда мы заберем это полностью на себя, сегодня у нас один бюджет. Это красота неимоверная, поверьте мне. Деньги ходили неделями, чтобы 100 тысяч зачислить на счет какого-то поселения. Деньги ходят и не знаешь, как их найти. Участниками встречи отмечено, преобразование из муниципального района в округ никак не влияет на социальный статус жителей территории. Выплаты и льготы предоставляются, как и прежде. По словам Александра Цибульского, в вопросах реформирования важно слышать всех участников процесса, принимать аргументы и не допускать передергивания фактов. Дареев Графова, Артемий Заварзин, Регион 29.